Добрый день, глубоко уважаемые члены Президиума! Здравствуйте, коллеги! Тема нашей работы – влияние наночастиц, надействие к бактериям туберкулеза, спатогенезе туберкулеза. Инфекционные заболевания являются второй по значимости причиной смерти во всем мире и третьей по значимости причиной смерти в экономически развитых странах. Несмотря на создание эффективных способов лечения туберкулеза различной локализации, данная патология на сегодняшний день остается одной из смертельных инфекционных заболеваний в современном мире. В 2016 году 10 миллионов человек заболели туберкулезом, а 2 миллиона умерли от этой болезни, из которых 95% приходилось на страны с низким и средним уровнем дохода. Около четверти всего населения инфицировано латентным туберкулезом, и 15% этой популяции подвержены риску заболеть туберкулезом в течение жизни. Подсчитано, что 44 тысячи человек заболевают активным туберкулезом каждый год, а 20,5 тысяч человек имеют инфекционное заболевание легких, которое может передаваться другим людям воздушно-капельным путем. В 2017 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом, а также зафиксировано около 2 миллионов смертей от этого заболевания. Свыше 60 случаев было зафиксировано в семи странах, в которых Индии возглавляло подсчет, затем следовали Индонезия, Китай, Филиппина, Пакистан, Нигерия и Южная Африка. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 2 миллиардов человек живут с бессимптомной туберкулезной инфекцией. Чтобы подчеркнуть серьезность, с которой правительство рассматривает эту пандемию, в сентябре 2018 года было проведено заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью обсуждения единых подходов к прекращению пандемии туберкулеза к 2035 году. Туберкулез центральной нервной системы составляет около 1% от заболеваемости во всем мире, является разрушительным и часто смертельным, и поражает главным образом иммунную систему детей. Смертность чрезвычайно высока, которая сочетается с тяжелыми неврологическими последствиями. Две основные формы туберкулеза центральной нервной системы включают менингид, на долю которого приходится 1% всех заболеваний туберкулезом, и внутричерепные туберкулемы, которые составляют около 40% опухолей головного мозга. Туберкулез в основном приобретается после вдыхания аэрозойных бактерий и микобактерий туберкулезис, и в большинство случаев туберкулеза имеют легочную природу. Медикаментозное лечение туберкулеза является интенсивным, требующим ежедневного приема коктейлей из антибиотиков первой линии в течение 6 месяцев до достижения периода реконвалисценции. Результаты подавляющей активности наночастиц серебра и клинические изолята возбудителя в монорежиме и сочетании с изониазидом представлены в диаграмме. Бактерицидное действие, полное или значительное подавление роста возбудителя, изолированных наночастиц на изолята первой группы наблюдалось 48% опытов, бактериостатическое в 30%. При сочетанном использовании наночастиц из изониазидом аналогичные показатели составили 65% и 22% соответственно. Таким образом, прирост бактерицидного действия в первой группе составил 17%. Во второй группе при использовании наночастиц в монорежиме бактерицидный эффект составил 42%, бактериостатический 32%. Применение на инокомпозиты обеспечило бактерицидное действие в 61%, бактериостатическое в 25% наблюдений. Также было проведено исследование для оценки подавления действия туберкулезной палочки на организм человека, основанное на использовании многовалентных наночастиц мультикопии и их антимикробной активности в отношении микробактерий, а также грамм отрицательного штамма. Используя наночастицы мультикопия, в качестве катионного полимера была синтезирована сумма наночастиц диаметром до 32 нанометров, и состав поверхности варьировался путем добавления невзаимодействующего незаряженного второго полимера, было обнаружено, что только маленькие наночастицы 2 нанометра приводят к стабильным дисперсиям. Крупные наночастицы действительно проявляют антимикробную активность, но результаты были непоследовательными и невоспроизводимыми из-за отсутствия коллоидной стабильности в сложных средах. В отличие от эшерейхи и колли, композиция наночастиц приводит к значительному увеличению антимикробной активности по сравнению с одним полимером, что как бы установлено, связано с повышенным лизисом мембран и увеличением как ингибирующей, так и бактерицидной активностью. В противоположность этому по сравнению с микобактерией смигматис, суррогатой для микобактерия туберкулезис, наблюдалось менее значительное увеличение активности при представлении полимеров на поверхности наночастиц. против микобактерии Смегматис, доминировал бактериостатический механизм действия, но без признаков лизиса мембрана. Несмотря на результаты бактериостатического и бактерицидного действия наночастиц серебрана для изучения роста туберкулезной палочки, были использованы наночастицы железа, меди и цинка. Рост микобактерий туберкулеза во всех трех коэкспериметрах наблюдался на пятой неделе. При всех значениях концентрации наночастиц наблюдалась максимальная выраженность роста. При использовании наночастицинка в концентрации 50 и 100 мкг на мл ростовая активность составила 75%. При использовании сплава, состоящего из железа, меди и цинка, максимальная ростовая активность наблюдалась при концентрации 1 и 10 мкг на мл, 80-90%. При нулевой концентрации на седьмой неделе и 60-70% при концентрации 50 и 100 мкг на мл соответственно. Полученные результаты имеют большое значение, так как они показывают, что не существует универсальной стратегии или лучшего полимера против всех бактерий, но что структурные составы клеточной стенки оказывают существенное влияние на функцию антимикробного полимера. Благодарим за внимание. Продолжение следует...